МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастливым подтверждением тому явилась и разнообразная программа мероприятия. Читали патриотические стихи, пели военные песни. Это очень радовало ветеранов. Афанасий Егорович прошел всю войну. Он оказался в партизанском отряде, был ранен, но никогда не падал духом. Начали боевые действия, прорыв этих нервных ограждений, что такое. Там меня ранило в ногу. Но я попросил командира дивизиона, майор Орехович такой был, оставить меня. И меня посадили на коммутатор. Вот. То есть управление дивизиона, связь. Я недолго побыл там, а потом посидел на этом коммунистике. Недели две, наверное, на Хазарова. И опять, значит, фронтовые действия. Афанасий Егорович и многие другие ветераны были тронуты программой, которые приготовили для них дети. Запомнились несколько людей. Во-первых, это было несколько бабушек, которым с виду было лет уже за 90. И они, буквально превозмогая себя, поднимались на сцену, чтобы сфотографироваться с молодежью. Ну, это был действительно сильный поступок с их стороны. Также на сцену вышел дедушка. Дедушка был слепой, и ему приходилось помогать. Но, безусловно, он тоже показал себя с лучшей стороны. Организовать старт такого проекта дело не из легких. К этому этапу мы готовились более полугода. Но дело в том, что, надеемся, что впереди ждет эффективный и качественный продукт, который мы получим 29 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok